Мой дед брал Берлин, не без гордости рассказывал Денис Вороненков. Агитируя избирателей, проголосовать за него на дунских выборах обещал добиться для Нижнего Новгорода высокого звания города воинской славы. И на плакатах позировал исключительно в военной форме российского офицера. Так что же изменилось? Это всё, конечно, смахивает не на душевный порыв человека, а просто исходя из той поговорки, что ищет рыба там, где ей удобно, где поглубже. Вот в данном случае Вороненко, получив гражданство, он, исходя из сегодняшней позиции в отношении к России, рассчитывает, безусловно, на недурственное проживание в Украине. Любопытно, что в своих предвыборных роликах всего-то полгода назад воссоединение Крыма с Россией Денис Вороненков называл настоящим символом величия страны, которое обещал приумножить. Только нижегородцы на слово не поверили. За кандидата Вороненкова не проголосовали. И вот он уже утверждает, что возвращение полуострова вообще никогда не поддерживал. А если и голосовал за, то исключительно по принуждению. Да, он был членом партии. Да, он был членом фракции. И поэтому он голосовал, как принято решение фракции по вопросу Крыма. Он голосовал за. И я был рядом с ним, и могу это подтвердить. И если, как он сейчас говорит, что он не голосовал за Крым, у него было масса времени, почти три года, чтобы объяснить, что он не голосовал. Это есть в рамках регламента, можно написать официально либо с голоса, либо письменное заявление, что он не голосовал в силу того-то, того-то, того-то. Он этого не сделал. Законотворческая деятельность Дениса Вороненкова вообще заслуживает отдельного внимания. Собственными предложениями он, правда, не запомнился, зато активно поддерживал важные инициативы других депутатов. Например, проголосовал за 272-й федеральный закон, так называемый закон Димы Яковлева, который отказал гражданам США в праве на усыновление российских сирот. Внес и другое резонансное предложение – ограничить долю зарубежного капитала в российских СМИ. До определенного времени вообще могло показаться, что Денис Вороненков не жалует все иностранное. Даже компьютерную игру «Покемон Гоу» хотел запретить, как якобы разработанную заокеанскими спецслужбами. И вдруг украинский паспорт. Типичное предательство. Власовцы. Они все у нас с первых дней революции. 100 лет. Скрываются от обычного уголовного преследования. С Курата Малютов, Иван Грозный, они всегда бегут. Как уголовное наказание в России. Так Россия плохая. И бегут, поливают грязью свою страну. Но он далеко не убежит. Но украинский режим поменяется. И ему придется отвечать по уголовному делу, которое здесь есть. Переформатирование политической позиции Дениса Вороненкова действительно удивительным образом совпало с претензиями к нему со стороны российского следственного комитета. По версии которого, бывший парламентарий может быть причастен к рейдерскому захвату особняка в центре Москвы. До недавнего времени Вороненков защищала депутатская неприкосновенность, рассчитывать на которую после проигрыша на выборах больше не приходится. И замаскированное подгонение бегства могло показаться наилучшим выходом. Предатели не любят нигде, даже уже казалось бы на территории деградирующей Украины. Как бы он не стелился под культу, он все равно для национально сведомых людей, украинских патриотов, так называемых, он всегда будет маскален. Даже если он наденет шванг, даже если он выучит гимн, он для них был, есть и будет типичным, обычным российским коммунистским питателем. Партийную судьбу Дениса Вороненкова теперь будет решать контрольная комиссия КПРФ. Ведь если строго следовать уставу, иностранный гражданин не имеет права на членский билет. А значит, новообращенный украинец из коммунистических рядов сам себя исключил автоматически. Впрочем, все это справедливо, лишь в том случае, если история с паспортом правда. Не доверять бывшему коллеге у депутатов все основания. Уж очень легко, судя по сегодняшним откровениям, он готов изменить собственному слову и даже Родине. Так где гарантия, что в этот раз сделает исключение?